Звучит музыка Заехали сейчас на Валбери, забрали наш заказ. Ой, неудобно. Сейчас быстренько покажу, что тут. Мы, короче, заказали тут и чай, и кофе. Сейчас открою. Так, первое это вот такого чая в цитрусе. В натуральном цитрусе. Какой цитрус тут? Бергамот, в общем, с маслом бергамота. Ну, не написано здесь, какой цитрус. С маслом бергамота. Ну, скорее всего, да, или мандарин, или апельсин, что-нибудь такое. А пап, мы поедем на другую почту? Нет, ничего. Там, короче, пришел папин подарок на Новый год, а он не хочет за ним ехать. Все понятно с тобой. Заказали еще вот такой вот кофе с кокосовыми чипсами. И мне очень нравятся здесь такие вот деревянные новогодние прикольные, как игрушечки. Выглядит классно. Так, заказали еще вот такой вот чай черный с кусочками ананаса и соком ананаса. Мы этот чай обожаем. Прям он реально очень-очень вкусный. И это, конечно же, не все. Еще мы заказали вот такой вот чай черный с клюквой, кусочками имбиря. Кстати, посмотрите, какая большая клюква здесь. Вообще так много. Да, имбирь зимой. Классно. Игирь, во-первых, очень хорошо. Обмен веществ. Тебя не слышно, ты слишком тихо гасишь. Игирь обмен веществ налаживает, восстанавливает. И при простудах, как профилактика. Короче, вот такого чая черная. И здесь еще лемонграсс. А сейчас мы едем в Ленту. Мы уже приехали в Ленту. Нам, во-первых, нужна бумага. Какая-нибудь, знаете, золотая с белым или просто золотая. Есть вот такой вот вариант. Так. Цен вообще, смотрите, нет. Непонятно, сколько стоит. Есть еще, смотрите, вот такая вот белая с золотым. Смотри, бумага. Белая с золотым. Какая она не подойдет? Единственное, она достаточно тоненькая, маленькая. А есть еще вот такой вариант. Тоже белая с золотым. Но вот эта вот зебра мне больше нравится. Не знаю. Может, и эта классно. Она будет как набор. И сколько им едет тут уже метров? Я не знаю, почем она, цен нет. Есть еще вот такая. Нет. Да и вот эти зебры возьмем. Вот такие зебры или мраморную вот эту? Тебе какая больше нравится? Бумага для обертывания? Мрамор или вот эта мрамор? Или зебра? Мне больше нравится мрамор. Мрамор тоже. Мрамор один. А, нет, вот нашла еще. Давай вот на мрамор берем. А, нет, это не то. Да еще дальше будет. Ну, здесь, по крайней мере, мрамор один. Черепа, мрамор. Ну, они будут такие коробки стоять уже по всему магазину. Ну, да. А до Нового года осталось всего лишь 25 дней. Ребята, вы вообще представляете, что совсем скоро Новый год. Новогодние пакетики здесь и много-много всего новогоднего. Здесь, смотрите, сколько салютов разных. И фейерверки, и салюты. Класс. Ну, мы игрушки брать не будем, мам, правильно? Нам игрушки не нужны. Мы уже елку нарядили. Ой, оленя, классный. Такие звуки, как будто бы салют прямо где-то здесь. Гномики, оленята. Вот такой вот гномик у меня на рабочем столе стоит. А еще, смотрите, есть такой розовенький гномик. 500 рублей сейчас эти гномики. Смотрите, какие игрушечки новогодние появились. Тигры. Ну, да, он такой прям злой тигренок. И еще пароводик тоже прикольная игрушечка. Снимала, снимала, в итоге ничего не сняла. Говорю, в ленте появились такие, смотрите, классные пряники. Классные, мне кажется, как дополнение будет в подарок. По 150 рублей. А еще вот такие вот пряники тоже, смотрите. С тигренком, просто вот с Новым годом, с оленями. Тоже очень много прикольных, красивых пряничков. И вот такие вот пряники по 60 рублей. Купили еще на Новый год икру, две баночки. Смотрите, дали нам вот такие вот наклеечки, мумитроли. И просто посмотрите, какой гигантский журнал. Конечно же, сегодня обязательно его посмотрим. Милана купила себе альбом. Я просто обожаю такие вот печенюшки, именно в белой глазури. Ну и, конечно же, я не могла пройти мимо своих любимых сырков. С вареной сгущенкой. А мы сейчас хотим еще зайти в Лера Мерлен. Честно говоря, я не знаю для чего, просто погулять. Хотим посмотреть, может быть, игрушки какие-то будут. Хотя у нас елка уже наряжена. Но, в принципе, можно и довесить, если увидим что-то красивое и интересное. Смотрите, а здесь уже продаются елочки, пихточки. А мы вот такого, да, помнишь, брали, которое у нас осыпалось? Ну, она большая, да, высокая была. Но вот такая вот елочка 3 тысячи стоит. А вот эта вот малышка 1111 рублей. Так что вот такие вот цены. А сейчас посмотрю, сколько большая такая стоит. А большая 4 300. Вот такая вот большая елочка. Ладно, все, заходим в Лера. Это вот на улице рядом с Леруа продаются елочки и пихточки. Заходим. Меня не пускают, понятно, как всегда. Как всегда. Ой, тут Новый год. Ой, смотрите, какие маленькие здесь есть елочки. Такая голубая ель, а вот с вами только зелененькая, ядкая. Да. Но они такие вообще малышки. Нет, это вот для любителей, кто не любит большие елки. Ель коника. Ну, типа на маленьком, наверное, не знаю. Это вот, кто не любит большие елки на полукомнаты. Это вот для вас идеальный вариант. Такую вот елочку. И она не быстро высохнет, засохнет, потому что она все-таки растет. И вообще классный вариант. Можно украсить ее маленькими игрушечками, такими шариками, шишечками разными, маленькими. Будет вообще класс. Ой, пойдемте сразу в Новый год. Смотрите, какая здесь красота. Да, сколько здесь всего классного. Ой, какие мишки, смотрите. Беленькие такие мишки по 330 рублей. А еще смотрите, какой паровозик тут есть. Круг елочки ездит. Тоже классно. Но это не наш вариант, потому что Левочка не даст просто тому паровозу ездить. Вот такие вот, смотрите, шишечки разные, из разных цветов по 150 рублей. Три игрушечки. Включаем все гирлянды, и я сейчас хочу еще упаковать секретный подарочек для родителей. Смотрите, как красиво. Как все по-новогоднему у нас. Ой, мы еще вот эти вот не включили. Сейчас включим еще фонарики. Так. Вот точно, кстати, таких павлинов мы сегодня видели в Обе. Ой, не в Обе. В Лера Мерлине. В Лера Мерлине. Они еще, оказывается, есть в серебряном цвете, но мне кажется, золотые выглядят поприкольнее. Милана тут, смотрите, насобирала уже несколько пакетов. И сейчас хочет сразу все пооткрывать. Это календарь, да? А где еще другая? Или куда вклеивать наклейки? Сюда. А, сюда вклеиваешь наклейки? Да. А. А. Я заклеила, по-моему, наклейки. Ну-ка, давай. В тот раз я заклеивала. Ты заклеивала? Я наклеила, что я заклеила. Ну, ты вообще молодец. Татушка. Сейчас, кстати, в ленте вот этот вот календарь стоит 100 рублей. А вчера, по-моему, или позавчера он стоил 200 рублей. Ты сейчас 50 процентов. Вот сюда клеим. Давай. Здесь получается вот в этом пакетике вот такая вот наклеечка. Вот такая вот. Тоже клеить нужно? Да. Тоже так клеить нужно. И, ой, и татушка. Пока, короче, все занимаются своими делами. Я решила уже упаковать сюрприз-подарок для родителей. Сейчас покажу в какой-то коробке. Но, конечно же, показывать и открывать эту коробку я не буду. Потому что мама может просто зайти, посмотреть на видео, просто пролистать его, и увидеть этот сюрприз, и будет уже неинтересно. А так она только просто знает, что есть какой-то сюрприз. Адамс. Смотрите, какая коробочка. Сейчас будем упаковывать золотую бумагу. Взяла бетевку. Также наклею наклеечку, как я и на все остальные подарочки клеила. И поставлю куда-нибудь подальше, туда внутрь засуну, чтобы особо это не бросалось в глаза. Чтобы появился новый подарок. А вы, кстати, пишите, как вы думаете, что вот в этой вот коробочке. Ну вот и все. Паковала я подарочек. И сейчас мы его поставим под елочку. Единственное, я не знаю, можно ли его вот так вот ставить. Наверное, все-таки я его вот в таком вот лежащем положении ставлю. Сюда приклеила надпись счастья, сюда мечтаю масштабно. И убираем под елочку. А она стоит под елочкой, на самом деле, уже достаточно много разных подарков. Все, сложила я все подарочки. И вот так вот у нас получилось. Здесь вот мы специально оставили проходик, потому что Лео здесь любит заходить за елочку, прятаться. Поэтому этот проход закрывать нельзя. Иначе у упаковочной бумаги просто капец придет. Подарком. Ну и да, и всем подарком заодно. На этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok